Служение пастора Библии и Фрэнком и Димой. Давайте еще немножко послушаем, что Библия нам говорит по этому поводу. Знаете, служение, вообще слово служение, я думаю, это известно всем, и оно идет еще с Ветхого Завета, где есть много мест, я думаю, вы вспомните вместе со мной, когда-то во Второзаконе Моисей, повторяя слова закона народу израильскому, он говорит, чтобы вы служили Господу, исполняли все заповеди Его, соблюдали уставы Его, да? Таких, наверное, много есть мест, особенно в Ветхом Завете. То есть, служение Господу, если сказать в двух словах, это делать что-то такое, что угодно Богу. Когда мы делаем с вами то, что угодно Богу, значит мы служим Господу. Тут как бы все очень просто. И каждый, конечно, в своем, так сказать, кругу, в своей поле деятельности, он должен исполнять то, что угодно Богу. Знаете, быть пастором, например, я никогда не хочу быть пастором. Почему? Это очень большая ответственность. Я вообще такой человек, и я боюсь ответственности. ответственность перед людьми, и потом, представьте, заканчивается наша земная жизнь, да? Мы предстаем пред Господом и отчитываемся за себя. Ну, я был простой там, скажем, член церкви, где-то кого-то посетил, кому-то что-то помог, может, сделал там пару добрых дел за свою жизнь, соблюдал, вроде бы, старался заповеди Господни, делать угодно пред Господом, ну, вроде как ничего. А пастор не только за себя отчитывается, а и за всю церковь, как он вел церковь. Сколько там человек? 500, 1000, 2000, разные церкви бывают. За каждого человека он дает отчет. Вы знаете, это очень, так сказать, ситуация напрягает. И поэтому быть пастором – это очень нелегко. Каждый из нас это должен понять, в первую очередь. Что делать должны пастора в церкви? Наверное, мы уже все с вами, я обращаюсь к простым членам церкви, мы уже все с вами очень хорошо выучили, что должен делать пастор в церкви, кем он должен быть. Он должен обязательно не забыть нам позвонить хотя бы раз в неделю, он должен не забыть еще что-то сделать, он должен не забыть посетить наших детей, он много что должен не забыть. Это мы с вами хорошо знаем. Но вы знаете, если мы вникнем более внимательно в пасторскую жизнь, поймем, с чем они связаны, то, возможно, мы найдем к ним больше понимания, к пасторам. У нас есть такой братский чат, и там очень часто можно прочитать такие месседжи. Там задают вопрос, «Братья, сегодня собираемся на братское». И довольно часто пастора пишут, «Извините, быть сегодня не могу, должен быть в семье где-то». Потом раз, опять месседж, другой день, «Извините, не могу, сегодня меня вызвали куда-то на беседу». «Извините, там то». И не просто он, «Извините, не могу, уехал где-то на отдых». Нет. На посещении, на беседе. А мы с вами этого не видим. Вы знаете, у меня 11 детей, и с ними есть одна проблема. Когда я разговариваю с кем-то, мне всегда говорят, «А почему ты только со мной разговариваешь? А почему не с тем?» Но тот мой ребенок не видит, когда я с тем разговариваю. И поэтому он считает, что я не прав. Поэтому очень часто, возможно, у нас в церкви так получается, что «А почему ты не выделил мне время? А вот я ждал, что ты мне позвонишь». Подождите, а может быть, пастор в это время был где-то занят в другом месте? Я помню... Нет, давайте мы начнем с того, что у меня есть буквально еще 10-15 минут. Давайте мы прочитаем одно место. Это записано 2 Тимофею, 4 глава и 1 стих. С 1 стиха, да? Здесь записано так. 2 Тимофея, 4 глава, 1 стиха. «Итак, заклинаю тебя пред Богом и Господом нашим Иисусом Христом». Апостол Павел обращается к Тимофею. Я понимаю, что это был пастор церкви. Возможно, даже был епископ. Это сложно здесь пока разобраться. «Заклинаю пред Богом и Господом нашим Иисусом Христом, который будет судить живых и мертвых в явлении Его и Царстве Его. Проповедуй слово. Настой вовремя и не вовремя. Обличай, запрещай, увещевай со всяким долготерпением и назиданием. Ибо будет время, когда здравое учение принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху, и от истины отвратят слух и обратятся к басням. Но ты будь бдителен во всем, переноси скорби, совершай дело благовестника, исполняй служение твое». Знаете, если здесь остановиться на каждом пункте, мы с вами, наверное, минимум час здесь будем сидеть, но у нас на это нет времени. Здесь, оказывается, пастор церкви, не только у него обязанность посещать, звонить и спрашивать, как у кого какие дела, или как дела у кого идут. Здесь написано, имеет право обличать, запрещать, увещевать со всяким долготерпением и назиданием. И пастор должен быть бдителен во всем, переносить скорби. Оказывается, мы просто с вами, члены церкви, переносим скорби. Ну, хорошо, когда их мало выпадает на нашу жизнь, но наша задача – свои скорби перенести. А у него, кроме перенесения скорбей, совершай дело благовестника, исполняй служение твое. Я хотел задать такой вопрос, так как я живу у нас не очень много времени. Бывают ли пастора неправы? Ну, в чем-то. Бывают. Опять же, вертаемся к старому. Ко мне иногда… Я вообще мало с кем общаюсь, честно вам скажу. Живу в таком отдаленном городке. Работа, дом. Не очень часто общаюсь с людьми. Ну, бывает, общаюсь, и люди говорят, вот я ждал, он забыл мне позвонить. И человек такой обиженный. Я понимаю, что пастор неправ. Если он пообещал, он должен был позвонить. Я здесь понимаю этот момент. Что нам делать, если пастор неправ? Какие наши права или… Что мы можем с вами сделать? Вы знаете, в первую очередь привести себя в порядок. Простой член церкви должен привести себя в порядок. Что я имею в виду? Просмотреть на свое духовное состояние. Удалить из своего сердца. Раздражение. Вот это такое… Вы знаете, смотришь на того человека, про которого я только что рассказал, он прямо весь горит. Успокоиться. Пойти помолиться. Может быть, попаститься денек. А потом подойти к пастору и поговорить на эту тему. Грех ли подходить к пастору и говорить, что он был неправ? Нет, не грех. Вопрос, как нужно подойти к пастору. Была когда-то такая ситуация. Моисей взял себе жену Ефиоплянку. Там, вы знаете, когда вы читаете, все знают эту историю. И там как бы две вещи смешанные. Я сейчас не об этом хочу говорить. Был ли прав Моисей или был он неправ? Я не знаю. Сегодня не моя задача с этим разбираться. Моя задача в том, что посмотреть, что Моисей, Аарон и Мариан, это все были родные братья и сестры, они на правах родственников, так как Моисей, это может для других он был как бы большой, так сказать, представитель между народом и Богом, но для них это был простой брат, с которым они вместе выросли. И они решили высказать ему все, что они о нем думают. Высказали. Результат вы знаете очень хорошо. Мариан, прокаженная, семь дней находится вне стана. Что произошло? Не имели они права сказать Моисею, в чем он был неправ? Я думаю, что имели. Давайте мы вместе с вами прочитаем буквально еще одно место. И опять к этому моменту о Моисея вернемся. Это 1 Петра, 5 глава. Здесь много говорится о пастырях, о том, что они должны делать. Сегодня это место уже читалось. Пастырей ваших умоляю, спасите Божие стадо. Охотно, значит, непринужденно. И когда явится пастырный начальник, вы получите неувидающий венец славы. Читаем с вами 5 стих. Также и младшие, повинуйтесь пастырям. Все же, подчиняясь друг другу, вот здесь я хочу остановиться. Облекитесь во что? В смиренномудре. Вот здесь нам всем нужно остановиться. И прежде чем куда-то идти, облечься в смиренномудре. Почему-то Бог, когда вспоминает, не помню, уже где-то записано, но я думаю, что вы знаете все это наизусть. Бог говорит такие слова. О человек, что требует от тебя Господь? И там он перечисляет три вещи. Действовать справедливо, второе, любить делами милосердия. И третье, смиренномудренно ходить пред Богом твоим. Вы представляете, да, вот здесь, это целая книга Господних заповедей. Но в том месте Бог три вещи говорит, которые на тот момент он посчитал нужными сказать. И он среди этих трех вещей говорит, смиренномудренно ходить пред Богом твоим. когда-то была ситуация к одному из наших пастырей. Подошли две сестры после собрания. Ну и я оказался рядом. Вы знаете, не буду все рассказывать, но эти две сестры видели себя очень нехорошо в отношении пастора. Они начали высказывать ему все, что они считают, чем он неправ. Одна из них даже сказала, вы знаете, я прихожу домой, я такая злая на вас. Я спросил, а вы хорошо просмотрели свой список? За что вы злые на этом пасторах? Она так постоянно подумала, ну, это плюс. То есть сестре говорит, ну, может быть, я и не права. Ну, говорю, слава Господу, это уже хорошо. Это уже плюс, уже продвигаемся к совершенству, когда человек понимает, что он в чем-то неправ. Поэтому три вещи. Любить дела и милосердие, значит, действовать справедливо и смиренно-мудренно ходить пред Богом своим. Вы знаете, еще давайте мы с вами прочитаем буквально несколько мест послание к Титу. И здесь в первой главе девятый стих записано так. Опять же, Павел пишет, какой должен быть пастор. В девятом стихе записано так. Держащийся истинного слова согласно с учением, чтобы он был силен и наставлять здравомучение и противящийся обличать. Что имеется в виду по словам, чтобы он был силен. Я даже не думаю, что это имеется в виду способен. В какой-то мере да, но не совсем. Силен, это человек должен быть сильный духом. Вы знаете, вот не все люди могут кого-то обличать. Разговариваешь с человеком, говоришь, ну, может быть, тебе поговорить с ним. Не могу. Вот что-то внутри не позволяет человеку. Пастор церкви должен быть достаточно смелым и прямым в том смысле, что если он видит где-то что-то, идет не так, как нас учит Слово Божие, он должен быть достаточно силен духовно, чтобы, как здесь написано, и наставлять здравомучение и противящийся обличать. как я уже сказал, мы много с вами знаем о служении пастора. У меня есть буквально еще пять минут. Но служение вообще в церкви это не только есть пасторское служение. В церкви есть служение для каждого из нас. Абсолютно для каждого из нас. Когда-то, я думаю, что этот случай, наверное, уже многие знают. Когда-то в одну церковь приехал один проповедник с Африки. Я этот случай дома у себя своей дочке рассказывал. И он там говорил благосоверное свидетельство о том, как люди каются, как люди приходят к Господу, как Бог делает всякие чудеса. И одна многодетная мамаша сидела в собрании, она так прониклась этой проповедью, она захотела тоже что-то делать для Господа. И после служения она подошла к этому проповеднику евангелисту, говорит, вы знаете, я так хочу послужить для Господа, хочу что-то сделать для Него. Как это организовать, чтобы я вместе с вами поехала туда на служение в Африку? А он говорит, сестра, у вас сколько детей? Она говорит, восемь. По-моему, восемь у него. Он говорит, сестра, у вас дома Африка. Вы знаете, он абсолютно прав. У вас дома Африка. Одна из моих дочерей, она сильно рвется проповедовать тоже куда-то. Я говорю, слушай, у тебя дома Африка, пока что. Возьмите один день в неделю и один день помолитесь и попаститесь за пастора Давида. На следующую неделю возьмите еще один день поста за пастора Ивана Свиденко. И так продолжайте. И вы знаете, ваше служение, оно не останется незамеченным у Бога. Я вам это гарантирую. Оно не останется. Это служение, которое каждый из нас должен совершать. Мы не должны ждать только служения от пасторов. Они должны нам служить. Мы сами должны служить. Как написано, все же подчиняясь друг другу, смиренно мудрые, заботиться друг о друге, составлять тело Иисуса Христа. Служение есть для каждого из нас. Поэтому служение детей, как с самого начала, я, как говорят американцы, in purpose, с самого начала я сказал такое слово специальное, что служение, если вы посмотрите в Ветхий Завет, там написано, еще раз повторюсь, чтобы вы служили Богу, исполняли заповеди Его. Делать что-то угодное Богу, это уже служение Господу. Поэтому если на сегодняшний день дети почитают своих родителей, стараются им помогать по дому, они уже служат Господу. Это их служение дома. Если жены сегодня пришли домой, не сидят на фейсбуке, а приготовили еду, если тем более она, как говорится, домохозяйка, в доме чисто, муж домой пришел, ему все это нравится, он ее похвалил, у них в семье мир, жена исполняет свои обязанности, это ее служение. Когда-то брат Руслан хорошую проповедь говорил на эту тему. Это служение жены в доме, там, возле кастрюль, возле печки, да, это ее служение. Когда у нее свободный момент, она собрала своих детей, может быть, которые дома, там, на молитву, прочитала с ними Библию лишний раз, это ее служение, это у нее Африка дома. Мужья пришли домой, не на YouTube, а собрали детей, опять же, вокруг Слова Божьего. Чем старше дети, тем сложнее это делать, но чем они меньше, тем это проще. Это служение каждого отца в его семье. Поэтому у каждого из нас очень много служений пред нашим Господом. И мы, я сейчас уже призываю вас на молитву, давайте мы помолимся о том, чтобы каждый из нас совершал служение свое. Интересно, стих написан в Библии, апостол Павел пишет в конце послания, не помню уже какого, он говорит, скажите Архипу, смотри, чтобы тебе исполнить служение, которое ты принял Господе. Архипу, по-моему, да? Который ты принял Господе. То есть, там даже не написано, что была за ситуация, что была за проблема, почему именно его апостол Павел выделил, я не знаю. Вопрос в том, смотри, чтобы тебе исполнить служение твое. Это апостол Павел сказал, что скажите Архипу, передайте. Сегодня Библия говорит каждому из нас, смотри, чтобы тебе исполнить служение твое. Вот там, где ты находишься, исполняй служение твое. Молись за пасторов, благословляй их, постись, если есть такой момент, возможность такая. И давайте мы сейчас помолимся о том, чтобы каждому из нас исполнять свое служение, и чтобы наши пастора были благословлены Господом во всем. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok